Ола амигос, на связи Матвей, вот наконец-таки и вышла третья глава Фортнайта. Нереально глобальное обновление игры, которое принесло нам столько много новых изменений в геймплее и в игре в целом, что уже сложно что-то в них разобрать. И именно поэтому сегодня в этом видео я специально для вас подробно разобрал все нововведения в игре и расскажу абсолютно всё о третьей главе максимально кратко и понятно. А точнее, представляю вам обзор. 30 фактов, которые ты обязан знать о третьей главе Фортнайта. Что ж, поехали. И первое, с чего мы начнём, это, конечно же, игровая карта. Новая карта больше, чем первая, но меньше, чем вторая. Новая карта наполовину покрыта снегом, но после зимы снег уйдёт. Добавлено много новых локаций, такие как город Человека-паука, статуя основателя и так далее. Ну а также было возвращено много старых локаций из первой главы, такие как брошенные башни и пышные пальмы. Добавлена обновлённая графика на основе нового движка Unreal Engine 4, из-за чего, кстати, игра стала более требовательной. В океане можно найти руку робота из девятого сезона первой главы, вернули песчаный биом. Карта, в общем, стала более проработанной и динамичной. Ну а также добавили новые дефолтные скины и кирки Дельтапланы. Старые скины и кирки Дельтапланы из второй главы, по моему мнению, далее можно будет купить в магазине предметов, как и аксессуары первой главы. Ну а также вот новый сезонный зонтик за королевскую победу. Теперь поговорим, в общем, про новую механику третьей главы Фортнайта. Во-первых, добавлены подкаты. Во-вторых, разработчики улучшили командную работу в игре. А именно, если поднимать, возрождать своего друга втроём или вдвоём, процесс проходит быстрее. Специальные сундуки, из которых можно выбить уникальное оружие, можно открыть только командой из трёх или двух человек. Некоторые двери, ведущие в хранилище, можно открыть только командой из двух или трёх человек. Вы в нокнутом состоянии можете выбрасывать и подбирать предметы из своего инвентаря. Но на самом деле выбрасывать можно было и до этого. Вы в нокнутом состоянии двигаетесь намного быстрее. Благодаря новому игровому движку созданы новые механики ломания структур. Такие как деревья, камни, стены и так далее. Падая на кого-нибудь, они будут наносить урон, а падая на что-то, ломая строение и другие структуры. На карте появился новый босс, а именно основатель, убив которого вы сможете получить новый автомат мифического качества. О нём, кстати, мы поговорим чуть позже. Ну и на этой ноте мы плавно переходим к новым предметам и видам транспорта, которые нам завезли в третьей главе. В игру вернулись квадроломы. При этом в файлах самой королевской битвы также нашли ещё и тележки и гольфкары. Новая способность Человека-паука. У неё новая мета в передвижении по острову, также способна наносить небольшой урон другим игрокам. Её, кстати, можно приобрести у одного из NPC-персонажей. Завезли обновлённые ПП, пистолеты, автоматы, помповые дробовики, автоматические дробовики и снайперские винтовки. Добавлен новый уникальный автомат, с которым можно играть от первого лица, целить во врага коллиматорным прицелом. Добавлен новый косметический предмет, а именно корона, который можно одевать на игрового персонажа. Она, кстати, выдаётся за королевскую победу и будет показана на вас в следующем матче. Плюс новая эмоция, показывающая количество ваших побед. Новый тип ящиков, из которых можно будет получить расходуемые предметы по типу фруктов и овощей в предыдущей главе для пополнения счета и здоровья. Добавлены палатки, в них можно будет сохранять оружие и предметы из предыдущих матчей для использования в следующих, в количестве до трёх, два из которых бесплатны, а за третье нужно платить золотом. Новая система пополнения ХП, а именно пробитая банка со слюрпом, аналог нашему старому чак-сплэшу. Новый предмет, существующий в файлах, но отсутствующий в самой игре пока что. Специальный рюкзак, который со временем восстанавливает щит вам и вашим союзникам. Одна единица щита в секунду, предел 50. Ну и теперь давайте рассмотрим общее обновление третьей главы, которое нельзя отнести к предыдущим пунктам. Во-первых, это новая система заданий, разделённая на 4 типа. Первые, ежедневные, обновляются каждый день. Вторые, обычные еженедельные задания сезона, как те, что были добавлены в 18 сезоне. Третье, это вехи, почти бесконечные задания, выполняя один этап, которых будет появляться новый, но более сложный этап, как карточки медали в 13-14 сезоне. Четвёртое, это задания персонажей, выполняя которых можно будет получить новые стили на скины боевого пропуска. Во-вторых, это улучшенная графика на консолях PS5, Xbox Series X и компьютерах на новых видеокартах от Nvidia. В-третьих, это общая оптимизация игры по заявлениям разработчиков, но пока что непонятно, как с новой механикой оптимизация будет работать на старых ПК или консолях, и тем более уж в мобильных телефонах. И под конец Epic Games официально заявили о том, что в третьей главе нас ждёт целых 10 сезонов, как в старые добрые времена. Ну и, конечно же, третья глава должна закончиться аж зимой 2023 года. Вы представьте, это целых 2 года, ну в принципе, столько же длились и предыдущие главы. Ну и на сегодня, по третьей главе Фортнайта, у меня пока что для вас это всё. Бро, если это видео тебе понравились и эти факты были тебе полезны, то не забудь оформить подписку на этот канал, если ты так же, как и я, играешь в Фортнайт. Здесь я стараюсь снимать самый лучший контент по Фортнайт во всём мире. Также не забывайте, что лучшая ваша поддержка меня, это мой тег-автор Мотивкар в вашем ежедневном магазине Фортнайт. Смело водите и покупайте новый боевой пропуск третьей главы Фортнайт только с ним. Ну а если ты досмотрел это видео до этого момента, то пиши в комментариях слово палатка, так ты сможешь получить халявный лайк лично от меня. Ну а также, в общем, пишите ваше мнение о новой главе Фортнайта и какие факты в этом видео я забыл упомянуть. Ну и по традиции, с вами как всегда был Матвей, удачной игры в новую главу Фортнайт и аста луэго!